Всем привет! Я Роман Соболюк, корреспондент Униан в Москве. Хочу всех поблагодарить за массовый просмотр предыдущего видео, которое я сделал в Вильнюсе, об профессиональных русофобах, ну, если размышлять категориями федеральных СМИ. Самое главное, что это видео попало в тренды украинского YouTube и опередило даже свинку Пепу. Но согласитесь, что це майже перемога. Если прошлый блог был посвящен людям, которые продолжают критично воспринимать сказанное здесь, в России, и удостоены в результате почетного звания русофобии, то сегодня вернемся в Москву и поговорим вот о таком интересном явлении, о российских соотечественниках. Точнее, продолжим этот разговор, потому что не так давно я делал отдельное кино со съезда, со сходки, всемирной сходки российских соотечественников, где Путин и компания рассказывали, что русских они будут защищать в любой точке мира. Я, правда, не понял, зачем их защищать. Пусть едут к себе домой, но нет, не хотят. Так вот, на днях Лавров провел заседание фонда поддержки прав и защиты соотечественников, проживающих за рубежом. Эту тему я не могу обойти стороной, потому что именно защита русскоязычных и защита соотечественников стали поводом для вторжения в Украину. С этими словами во славу русского мира российские граждане в разном юридическом статусе, в том числе кадровые и военные, были направлены в Крым и Донбасс, и результат этого всем известен. Всемирное содействие и поддержка соотечественников в числе ключевых приоритетов внешней политики России. Месяц назад, как вы знаете, состоялся шестой Всемирный конгресс российских соотечественников, на котором выступил президент Путин. Он подтвердил, что мы будем решительно защищать права и интересы представителей российских общин, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и многосторонние механизмы. И тут загогулино в том, что согласно российскому мировосприятию, вся Украина является российскими соотечественниками. Ну вот так вот, потому что здесь русский язык у нас присутствует, потому что мы бывшая республика Советского Союза, ну и вообще потому что у России очень богатые и постоянные территориальные аппетиты. То, что русскоязычно не значит пророссийский, никого здесь не интересует, они готовы защищать. Ну методы защиты вы прекрасно можете посмотреть в Крыму и на Донбассе. Обычно сначала появляются российские оккупационные сапоги. К сожалению, проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, меньше не становится. В странах Прибалтики сохраняется позорный феномен безгражданства. А на Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы. По сути, стала частью государственной политики. Когда я был в Вильнюсе, удалось посетить музей советской оккупации. И хочу вам сказать, что история стран Балтии и история Западной Украины, они на самом-то деле очень и очень похожи. Потому что жили люди и в какой-то прекрасный момент, ну в частности после подписания пакта Молотова-Риббентропа, туда пришли советы и начали наводить свои порядки со всеми вытекающими последствиями. Ну кого в Сибирь, кого в могилу, это всем известно. Потом началась Великая Отечественная или Вторая мировая война, пришли немцы, потом пришли опять советские войска. И люди, которые проживают на этих территориях, продолжали бороться за независимость. И знаете, вот когда говорят, что все, кто воевал против советской власти, они немецкие коллаборанты, тогда хочется спросить, если это так, почему они продолжали борьбу после 1945 года. Ведь, конечно, Фейсбука тогда не было, но они точно знали, что фашистская Германия разгромлена. Продолжали воевать и сражаться они фактически еще 10 лет. А когда рассказывают о том, что они совершали страшные преступления против мирного населения, возникает опять же закономерный вопрос. Ну раз они такие плохие, то почему именно на этих территориях, этим людям, этим бойцам и лесовым братьям, и бойцам УПА, поставили памятники сразу после развала Советского Союза. Ну, как минимум, здесь не все черно-белое. И слава богу, у нас эта историческая справедливость понемножечку как бы восстанавливается. И все, кто боролся за нашу страну в период Второй мировой войны, приравнены в правах. Ну и слава богу. На Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы. По сути, стала частью государственной политики. Лавров жалуется, что в Украине процветает русофобия. И мне иногда кажется, что очень важно определиться, что же это за явление. И как вы знаете, я дружу с гуру русофобских наук. Это самая точная наука из гуманитарных. Ну, если говорить серьезно, то получается, что русофобы это те, кого не любят русские. А не любят они по разным причинам. Ну, в первую очередь, они приезжают на танках в чужие страны, тыкают им томик Пушкина и удивляются, почему же их не все встречают с цветами и не все их любят. Ну, кстати, о Пушкине еще будет дальше. Мы серьезно обеспокоены, в частности, сообщениями, которые появились в украинских средствах массовой информации о том, что 7 декабря в Полтаве Служба безопасности Украины провела обыск в квартире члена Всемирного координационного совета российских соотечественников, председателя правления объединения «Русское содружество» Сергея Германовича Провоторова. По информации СМИ, ему и двум его коллегам вменяются действия, якобы совершенные с целью изменения государственной границы Украины, ни много ни мало, а также публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению таких действий. Я не знаю, виноват ли этот дядя в чем-то или не виноват, но вообще-то он занимается антиукраинской деятельностью и по сути СБУ, как заявляется, раскрыли антиукраинскую, но пророссийскую организацию. И можно сколько угодно говорить о правах человека и так далее, но я вам просто напомню, что здесь, в России, задолго до 2014 года решением Верховного суда были закрыты все федеральные диаспоральные организации украинцев России. Наверное, это совпадение. Ну и да, случайно, опять же, закрыли библиотеку украинской литературы в Москве. Ну так сказать, чтобы бендеровцы не собирались вместе. Особый цинизм заключается в том, что обыск 7 декабря был проведен в день рождения Сергея Проваторова. У этого дяди провели обыски и нашли массу пророссийских материалов, которые они распространяли, и в том числе вот эти вот современные российские нарративы. Ну, о том, что войны нету, о том, что Украины нет, о том, что это все Россия, и все должны молиться российскому богу. Но мне кажется, что в ситуации, в которой мы находимся, это абсолютно логичные действия украинских спецслужб. Ну, знаете, у нас уже была ситуация, когда звали русский мир в Украину. Результат очень печальный. И что меня удивляет, так это что, оказывается, в Полтаве не все такие, как Андрей Полтава, который делает вата-шоу. Есть и полные антиподы. Но на канал Андрея Полтавы стоит все-таки подписаться. Вы поймете, откуда у россиян, у простого люмпина или обывателя появляется вот такие, такая уверенность в своей стопроцентной правоте. И формируют эту правоту вот такие вот товарищи, как Сергей Лавров. А сегодня, когда, как я уже сказал, весь мир отмечает Международный день прав человека, Провоторова и других соотечественников вызвали на допрос в службу безопасности Украины. Это еще одно позорное для Украины действие совершено вскоре после завершения работы Всемирного конгресса соотечественников, где Сергею Провоторову президент России Владимир Путин вручил медаль Пушкина. Вы это слышали? Даже в данном моменте получается, что Украина не до хунта. Оказывается, не этого дядю, который занимается сейчас антиукраинской деятельностью. То есть, зовет русские танки в Украину. Получил медаль Пушкина с рук самого Владимира Владимировича. Его даже не посадили на подвал. Не арестовали. Они просто завели дело и он продолжает ходить по улицам. И после этого кто-то скажет, что у нас беспощадно работает СБУ. Если бы было бы это так, то этот дядя сидел бы в каком-нибудь СИЗО. Но нет. Демократическая страна у нас. Ёлки-палки. Отмечу, что во время обыска медаль и все документы к ней были изъяты сотрудниками службы безопасности Украины. Надеюсь, ситуация разрешится. А медаль или вернут, или нет. А если не вернут, вот этот товарищ сможет снова поехать в Москву и получить дубликат. Но он же получает из Москвы указание, как правильно проводить антиукраинскую деятельность. Ну, а славу президента России, естественно, медали просто так никто не дает. Ужесточение политики украинских властей в отношении проявления любого инакомыслия. Цель таких действий ясна. Это подавление свободы слова и фундаментального права каждого человека на свой язык и свою культуру. Фактически репрессивными методами власти пытаются выкорчевать русское самосознание у граждан Украины. А я так не считаю. Что значит выкорчевать русское самосознание? Государство должно себя защищать. И уроки 14-го года мы все помним. Потому что сначала Миндаль Пушкина, потом Томик Пушкина, потом российские танки и российские танкисты. Без знаков отличия. А Владимир Владимирович смеется и говорит, что они шахтеры и трактористы. А на вопрос, откуда же у них танки, улыбается и говорит, что в конфликтах такого рода оружие всегда найдется. Откуда оно найдется? Наверное, Аллах посылает. Также хотел бы привлечь внимание к продолжающемуся беспределу Евросоюза, который как раз сегодня проводит в Брюсселе трапезу с украинским министром иностранных дел, в ходе которой, как заявила высокий представитель Евросоюза Федерико Маггерини, члены ЕС обсудят, какую еще помощь, цитирую, Украине необходимо оказать. Украина, беспредел Евросоюза. Ну, наверное, Сергею Викторовичу надо было просто сформулировать это. Украина, ци Европа. И поэтому вот такие вот дела. Но, по сути, Сергей Лавров возмущается, что мир, несмотря на всю говорильню, вот этот российский матюгальник, включенный на весь мир, все прекрасно понимает. И сколько бы ни пытались российские представители представить ситуацию так, что Америка заставила Россию напасть на Украину, ну, эти аргументы никто не воспринимает. А по поводу помощи Украине, мне кажется, весь цивилизованный мир заинтересован в этом. Кстати, знаете, почему, например, Вильнюсе очень сильно поддерживает Украину, это видно, просто заходишь в бар и украинские флаги, все просто, они прекрасно осознают, что если вдруг, не дай бог, что-то случится с нашей страной, то следующие они. И понятно, что они прилагают максимум усилий для того, чтобы наша страна смогла выстоять в противостоянии с этим безумным медведем. Почему безумным? Потому что он не хочет жить в своей тайге, а идет к нам. Мы знаем, что в ряде других государственных активистов соотечественных структур оказывается давление. Правозащитники и журналисты сталкиваются с различными ограничениями, преследованиями, даже арестами. Глубокое беспокойство вызывают дискриминационные кампании в отношении российских и русскоязычных средств массовой информации. Очевидно, это вследствие того, что русскоязычные и российские средства массовой информации придумывают новости. Они настолько креаторы, что считают, что их можно просто компилировать, то есть обманывать зрителя. И последний пример Первого канала, где они показывали разочаровавшегося украинца в Евромайдане, в нашей революции достоинства, почему-то нашли в Минске. И он никакого отношения к этому не имеет. Ну, если совсем просто, то славянский мальчик подрос и снова появился в эфире российских телеканалов. Вот так вот производят они контент. А потом Сергей Викторович удивляется, что к их СМИ, мягко говоря, нет доверия. Ну, потому что это не СМИ, а средства промывания мозгов. Это прямое нарушение принципа свободы слова, попытки ввести цензуру. Идет наступление на русский язык и на образование на нем. Молодых соотечественников пытаются оторвать от исторической родины, заставить забыть о своей культурно-языковой идентичности. Опять же, в чем самая главная загвоздка? Что Россия хочет, чтобы российские или русские соотечественники, они не учили язык и культуру стран, в которых они живут. Ну, так сказать, чтобы они оставались исключительно русскоязычными. И понятно, что страны, и страны Балтии, и Украина сейчас проводят политику в том плане, что украинский язык, он должен быть первый. Чтобы люди, проживающие в нашей стране, знали, что они украинцы, а разговаривать они могут на любом языке. И не только русский, и венгерский, и другие языки национальных меньшинств. И такая норма во всех странах, в том числе в Российской Федерации. Знаете, что украинцы, согласно последней переписи, являются третьей этнической группой в Российской Федерации? Третий. То есть, почти 2 миллиона человек считают себя украинцами. А знаете, сколько украинских школ на территории Российской Федерации? Это не загадка. Их ноль. И поэтому, когда кто-то произносит такие речи, он всего лишь создает основу для дальнейшей экспансии. И на это надо смотреть с холодным сердцем и прекрасно понимать, что их цели, они далеки от защиты русскоязычных. Почему-то они считают, что соотечественники российские должны сделать все, чтобы в угоду своей исторической родине России развалить страны, в которых они живут. По-моему, это бред. На Западе продолжают придерживаться двойных стандартов области прав человека. Там, где это политически выгодно, просто закрывают глаза на их грубейшие нарушения. Эти и другие трудности, с которыми сталкиваются российские общины, требуют энергичных и комплексных усилий. Одним из важнейших инструментов в этой связи остается Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Его деятельность неоднократно удостаивалась высокой оценки руководства страны. Вот этот Фонд поддержки и защиты соотечественников за рубежом направлен на то, чтобы в первую очередь оказывать, скажем так, юридическую помощь людям, которые попали в сложное положение. Но представляете, что в случае с Марией Бутиной, это гражданка России, которая работала в США, не зарегистрировавшись как иностранный агент, то есть лоббировала российские интересы, сейчас вроде как собирается пойти на сделку со следствием и признать свою незаконную деятельность. Но там есть в этой истории такой момент, что ее родители на определенном этапе вот этого дела начали жаловаться, что у них нет денег на американских адвокатов, чтобы защищать свою дочь. И я что-то не слышал, чтобы этот фонд как-то помогал. Хотя лицо Марии Бутиной с подписью «Фри Бутина» размещен на аватарке в фейсбуке российского МИД. Чтобы вы понимали, они здесь настолько сильно манипулируют вот этой правозащитной деятельностью, что 11 декабря под эгидой президента России пройдет заседание Совета по развитию гражданского общества и права человека, и там они собираются обсуждать вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом. Улавливаете этот комплексный подход? Так что будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Сначала они машут книгами Пушкина-Достоевского, а потом начинают стрелять из танков. На этом все. Читайте Агентство Унион и подписывайтесь на мой канал в YouTube.